Четыре года назад было мое поручение юго-восточные районы Могилевской области довести до приличного уровня. Прошло четыре года. Я хотел лично посмотреть, как выполняется программа. Программа сформирована областью. Вы получили мою поддержку под эту программу. Программа реализовывается плохо. Это промежуточный контроль и вывод. Начинается серьезный жим по выполнению этой программы. Мы ее актуализируем. Мы определимся, что надо построить в этих семи районах, чтобы люди работали, имели хорошую работу, имели зарплату, достойную хотя бы на уровне средний, по стране в тысячу рублей. Здесь, на этой территории, в сельском хозяйстве, в промышленности, малый, средний, бизнес и прочее. Что надо еще сделать? Что построить? Что создать? Как будем задействовать людей? Ну, естественно, жилье. Если человек будет иметь работу, иметь достойную зарплату, ему что надо будет? Он будет здесь жить, его нигде не ждут. Ну, а затем здравоохранение, образование, детские садики и так далее, и так далее. Мы договорились. И подвижки будут уже в этом и в следующем году. И я думаю, вы их увидите. Но разболтанность населения чрезвычайная. Не хочу сказать, что все такие, все плохие. Воровство процветает. Мне даже стыдно, как президенту об этом говорить. И притом воруют все, начиная с дизельного топлива и бензина. Так вот, как недавно обнаружили, мне губернатор докладывает, прям с поля зерно везут домой и все. Обнаглели до такой степени, что даже не прачутся. Берут как свое. Вот это мы выкручиваем с корнем. Не будет дисциплины, не будет организованности. Мы ни одну проблему не решим. Если вы хотите, чтобы было лучше здесь, а здесь должно быть лучше. У вас прекрасное место для жизни. Прекрасные, трудолюбивые люди. Надо дать им возможность работать и зарабатывать. А тех, кто мешает, тех мы в чувствах приведем. Нельзя губить эту землю. Нельзя эту территорию загубить. Такое мое мнение. Вы россиянин, да и пенсионер. Но ваши пенсионеры лучше живут российских, я вам скажу. Честно говорю. Спасибо вам за эту оценку. Я приехал для того, чтобы еще лучше жили. И у нас все для этого есть. У нас все для этого есть. Все зависит от нас. Сейчас так бешено организована жизнь. Мчится, как курьерский поезд, как самолет. И как только ты отстал, тебя затоптали, и никто не посмотрит, уйдут дальше. И мы останемся в хвосте. Нельзя этого допустить. Пока у нас есть все для того, чтобы жить достойно. Будете работать. И я, и правительство. Все, кто в стране есть, подставим плечо. Если вы захотите. Ну, если вы не хотите, ну что же я могу сделать с вами. Уважаемый Александр Львович. Большое спасибо за приезд. Очень большое. А еще большое спасибо за то, что вы требуете. Вы правильно говорите. Не будет вашей требований, не будет нашей Белоруссии. Единственная республика наша, я только анализировал. Без конфликта, без боев, грубо выражаясь. Живет спокойно, трудимся. Александр Львович, просьба. Обратите внимание на миллиарад. Можете ее немножко... Даже не продолжай. Абсолютно с тобой согласен. Мы загубили земли, которые когда-то обрабатывали. Надо возродить миллиарад. Мы его возродили. Надо сегодня добавить туда средства. Мы в будущем году добавим. Спасибо. Без миллиардации мы пропадем. Мы на болотах живем. Ну, а наш народ вас поддерживал, поддерживает и будет поддерживать. Спасибо вам.